Сегодня я приветствую Татьяну Фишер, клинического психолога, эксперта по зависимости, и также автора книги про зависимость. И сегодня я хочу с Татьяной обсудить тему созависимых отношений и созависимости. Татьяна, здравствуйте. Да, всем добрый день. Надеюсь, этот час окажется вам полезным. Мы будем стараться. Мы будем стараться, мы будем стараться. Татьяна, скажите, пожалуйста, как понять, что ты в созависимых отношениях? Чем отличаются созависимые отношения, например, от классных отношений? Классные. Есть такая метафора, вы пока спрашивали, я думала, правда, как проще всего, ну, коротко объяснить. Есть такая метафора, что вот представьте себе балкон, да, и балкон держит две балки. И когда балкон, условно говоря, нашу свою жизнь, семейную систему, ну, вот какой-то груз. Да, держит две параллельные балки, балкон хорошо держится. Да, созависимость, это когда одна балка облокачивается другую. Но на самом деле все устроено сложнее, потому что, ну, не бывает так, что только один облокачивается другого. Обычно один, например, не может реализовываться в мир, а второй может, да, но при этом тот, кто может реализовываться в мир, эмоционально не умеет, да, используя другого как более взрослого. То есть один беспомощен, да, как бы это два человека, которые в местах своей беспомощности как бы друг на друга облокачиваются, и таким образом получается такая вот, ну, да, из двух половинок целая вот эта вот романтизация, да, моя половинка. То есть получается, без второго я в каких-то, ну, не очень жизнеспособен в каких-то местах. Это тогда очень же часто говорят, я, наконец-то я нашёл свою вторую половинку, или, наконец-то я нашла свою вторую половинку, или там, когда человек говорит по поводу вот этой второй половинки, это что? Это же не всегда плохо, когда человек говорит про это. Это же может быть такое, что, ну, мой любимый человек... Я не знаю, что он имеет в виду, но если человек считает себя половиной, да, неполноценным, и второго, да, ну, то есть мы, правда же, мы не знаем, что люди вкладывают в это выражение. Спасибо. Спасибо. А чем отличаются созависимые отношения от взаимозависимых? Потому что в любых же отношениях люди зависят друг от друга. Ну да. Вот тогда про это расскажите, пожалуйста. По-моему, у Литвака тоже есть такое выражение. Видите, я сейчас... Ну, мне нравится разговаривать метафорами, мне кажется, они понятнее, да, что брак – это же не про то, что я без тебя жить не могу, да, брак – это про то, что мы подходим друг к другу, чтобы тянуть груз с этой жизнью вместе, то есть мы вместе впрягаемся и вместе тянем, и каждый из нас, безусловно, может тянуть по отдельности, да, он прошел сепарационные какие-то процессы от семьи, пожил один, он, ну, ему нет потребностей, которые этот человек не научился сам самостоятельно удовлетворять, но мы выбираем так, чтобы вместе оно как-то, не знаю, веселее, дальше, дольше и так далее. И это же вопрос, который часто люди задают. Если я перестану спасать, если я перестану переделывать, если я перестану... Вот мы перестанем конфликтовать по поводу подходящести друг к другу, то чем тогда вообще нам заниматься? То есть правда же есть вот эта, ну, неизвестность, как жить в отношениях, если не друг об дружку. Если все классно, или там, например, если что-то делать вместе, ну вот когда именно вместе что-то делаешь, да, а не так, чтобы друг против друга делать. Ну, смотрите, вот, например, там, я не знаю, я вступаю в отношения с партнером, и, безусловно, в нем есть вещи, которые я не получу, условно говоря. Я хочу, чтобы он все время меня понимал, а он не понимает. Я хочу, чтобы он меня сочувствовал, а он не сочувствует. Дальше я начинаю бороться за то, чтобы это изменить. И параллельно там, не знаю, обслуживаю его, там, выполняю роль мамы и все такое. А ведь вот эта борьба за то, чтобы человек был кем-то другим, она же в цене говорит, что я его самого не вижу, мне нужен кто-то другой. Это с одной стороны. И с другой стороны, про взаимозависимость, я подумала, я не договорила, что, смотрите, понятное дело, например, у меня муж оплачивает счета, и я понятия не имею, как это делается, да, или там, если с машиной заниматься, я тоже без понятия. Разница в том, что если я взрослый человек, и другой взрослый человек делает что-то, что вообще для себя должна была бы делать я, а это значит, что у меня присвоено как свое, да, то я чувствую благодарность. Вот во взаимозависимых отношениях много благодарности, что мы друг друга подменяем, подхватываем, поддерживаем, да, там, не знаю, даже ссоримся, да, ну, открыто. А в созависимых отношениях вина и обвинение. Да, либо ты мне должен, либо я виновата, что сама этого не могу делать. То есть несколько другое переживание себя. А вот как понять, не в первую же секунду возникновения отношений они становятся созависимыми? Вот когда они становятся созависимыми? В первую секунду они обязательно становятся созависимыми. Вообще это наше нормальное, мы влюбляемся, мы влюбляемся, потому что неосознанно что-то в другом человеке есть, чего нам не хватает, я не знаю, он сильный, да, и, значит, может защитить, там, или там, она тёплая, да, и, значит, сможет. Ну, мы, когда влюбляемся, мы не видим человека, это невозможно. Каков человек есть, мы узнаём много лет подряд, и какие мы есть рядом с ним, мы узнаём много лет подряд. Да, и вот, но когда мы притягиваемся этими образами, начинаем друг друга узнавать, начинаем разочаровываться, да, начинаем как-то разлепляться в этом разочаровании. А вот он, как оказывается, другой, а вот она, оказывается, я. То есть этот этап, мы в него обязательно попадаем, поскольку не можем знать друг друга, и у нас очень великие потребности неосознаваемые. Но в здоровом варианте мы просто его проходим, да, мы постепенно, как есть такая модель, что мы встречаемся, понятно, мы там в полное слияние попадаем, мы немножко безумные, да, мы счастливы быть рядом друг с другом. Потом мы попадаем в какие-то роли, которые приносим, и постепенно приходит разочарование, что нас очень сильно друг от друга отталкивает. Да, ну как бы, знаете, в семейной терапии это называется, всё, не могу, ты меня не слышишь, я тебя не слышу. Ну вот как бы мы с этим человеком, типа, я не договорюсь о том, как мне надо, да, или там эта женщина, похоже, не станет там мыть пол, как мне надо, не важно. И вот когда мы разлетаемся и оказываемся каждый сам с собой, мы научаемся заново вообще-то самостоятельно свои потребности обеспечивать, и как бы каждый опять встаёт на две ножки, и вот после этого мы уже видим реальных друг друга, и, возможно, у нас появляются реальные отношения, они воображаемые, да, и вот дальше, возможно, они становятся, ну, где есть уважение, где нет толжествований, где там человек показывает какую-то сторону своего характера, и там партнёр уже прожил то, что он такой, ну вот, да, и не болятся каждый раз за то, что он должен быть другим, потому что ведь наши постоянные встычки в семьях за других партнёров говорят о том, что мы не в состоянии смириться с тем, какие они есть, да, и партнёры наши не в состоянии смириться. То есть созависимость, конечно, это нормальная часть отношений просто, да, которая должна во что-то преобразоваться, и когда она не может преобразоваться, тут мы уже говорим, что вот в каких-то местах, вероятно, у нас есть белые пятна или какая-то степень незрелости, что нам вот как будто не выйти из этого слияния. А какие люди подвержены такому слиянию? Есть ли какой-то определённый тип характера или тип воспитания? Кто чаще будет попадать в такие отношения? Ну, здесь зависимость и созависимость не отличается. Чем больше детских дефицитов, чем больше ран, тем больше я буду искать того, кто мне эти раны как будто закроет. Да, ну, здесь всё-таки важно, что мы все проходим эти процессы. Застревают, да, допустим, 20 лет живёт с алкоголиком человек, ну вот, которого раны такой силы, что как бы вот разочароваться невозможно, признать крах семени невозможно, быть достаточно плохим, чтобы покинуть место, где тебе очень плохо, невозможно. Да, то есть не получилось дозреть до возможности признавать ошибки, да, признавать бессилие, что очень важно. Ну, я не могу спасти другого человека, но могу спасти себя и детей, условно говоря. Быть плохим в чьих-то глазах. Когда этих навыков нету, и это не вина человека, ну, не он отвечает за свою зрелость, да, он жил в какой-то среде, которая либо давала ему достаточно ресурса узнавать себя, там, спокойно к себе в ошибках относился, относиться, либо нет, да, и если человек жил в среде, где в принципе был алкоголизм, да, или зависимость, то ему понятно, как так жить алкоголиком, да. Созависимый, если мы говорим именно про партнёров алкоголиков, он же неосознанно, но он выбирает человек, он выбирает ещё часто не пьющего. И сделает из него пьющего, да. Нет, не делает пьющего. Там заложено уже всё, в этих двоих уже всё живёт. Нет, не делает пьющего, потому что ни один человек, окружающий алкоголик, не отвечает за то, как человек решает со своим плохо разбираться, да. Я могу пойти выяснять отношения, я могу пойти пить. Вот этот выбор я делаю сама. Я могу уйти из этого брака, а могу, да, сидеть, пить и рассказывать, что всё из-за тебя. Всё ужасно, да. А для наших зрителей информация следующая. Я около месяца назад с Татьяной Фишер записала своё первое интервью по зависимости, о том, как возникает зависимость. Так что я обязательно дам ссылки на это интервью. И посмотрите, посмотрите это интервью. А тогда могли бы рассказать по поводу того, что такое любовь, что такое любовь и что такое привязанность в ваших глазах. Ну, такая привязанность в хорошем смысле привязанность. И чем любовь и привязанность отличаются от зависимости и от созависимости, чтобы мы понимали. Почему я спрашиваю этот вопрос? Мне кажется, что в России и во многих других странах мира как-то создан такой идеал любви, что там Ромео и Джульетта, да, или трагическая любовь. И для очень многих, в особенности в русскоязычном пространстве, любовь очень часто связана с болью. с болью, с тем, что нужно страдать. Видите, здесь, во-первых, будет много взглядов, да, ведь много взглядов на то, что такое любовь. И мне важно здесь разделить, потому что вы смотрите, как это делается, вы берёте любовь и привязанность как синонимы. Это разные вещи. Вместе, я попросила любовь и привязанность, то есть они для меня тоже разные. Вот смотрите, да, там ребёнок привязан к родителям, ну, то есть ребёнку от родителей нужны ресурсы, правда? Ну, защита, да, там принятие, увиденность и всё такое. И эту привязанность по праву рождения, мы не можем её обнулить. Вот конкретно эти двое, мои папы и мама, да, это вот такая связь. И по-хорошему считается, что ребёнок, он любит по-своему по-детски родители, да, но больше он к ним привязан, то есть он нуждается в них, да. Родитель, и привязан тоже, конечно, к ребёнку, да, но больше любит, потому что родитель отдаёт. Да просто так, без денюжков, да, без спасибо, блин, лет до 30-40, пока не вырастет, и пока башка своя не появится. Да, и вот это вот, но одновременно это две крайности. И в этих крайностях мы часто путаемся, когда говорим про взрослые отношения двух людей. То есть либо я его как мама родная должна во всём принимать, что, ну, как бы, что релевантно только в отношениях с ребёнком. И то ребёнку ты же говоришь, когда что-то не так, потому что иначе как мой ребёнок узнает, да, что он может, вот, ну, где-то быть неуместным, да, или что-то делать не очень хорошее. Либо мы когда вот говорим про эту влюблённость, про я жить, и без него я могу. Это детская привязанность, да, что как будто без этого человека, как бы, я вот прямо несостоятельна сама по себе. Ну, если мы говорим про любовь, для меня взрослая любовь, она преисполнена уважением, да, ты другой. И, например, привязанность, да, или родительская опека не позволит той же, там, женщине-алкоголика выйти из отношений, да, а уважение к тому, что ты другой, ты страдаешь. Но ты по какой-то неизвестной мне и разрывающей моё сердце причине выбираешь идти в сторону смерти. И я уважаю твой выбор. И я могу не идти за тобой, но, да, и сочувствовать, и отходить в сторону. И для меня вот даже в этой формулировке любви, как, да, и принятие того, что выбирает человек, и уважение в том смысле, что не я Господь Бог, не мне решать, да, вот такой концентрации любви для меня в этом намного больше. И любви к себе, да, там появляется, ну, ты так выбрал, но, ну, я хочу жить, да, я, у нас дети тут с тобой, да, ну, как бы, да, давай тогда дальше мы расходимся. А вот я помню, вы, Илья, в прошлом, в каком-то посте вас читала по поводу того, что вы были в созависимых отношениях. Ну, да, конечно. А расскажите, пожалуйста, вы уже тогда были психологом? Нет, нет. Вы тогда ещё не были психологом. И как вам удалось выйти из этих созависимых отношений, потому что я слышала по поводу того, что очень многие десятилетиями остаются в них, и очень многие часто даже и не понимают, что они в таких отношениях. Ну, видите, как мы с вами уже выяснили в прошлый раз, я в созависимых отношениях, да, та сторона, которая зависимая, да, я выздоравливаю от алкоголизма. Поэтому, да, мой выход из отношений будет там нерелевантен относительно очень многих пар, поскольку, как правило, да, в более созависимом состоянии оказываются там, да, женщины. Но я бы вам вот опишу чуть-чуть издалека, потому что, чтобы это был не только мой опыт, а в целом понимание, как это устроено. Есть у нас такая, мне она очень нравится, не все коллеги ее берут, динамическая концепция личности. У нас у всех есть невротическая часть, да, она отвечает за отношения. Моя невротическая часть там, да, хочет, чтобы наши с вами отношения сейчас были, ну, крепкими, да, чтобы вы были довольны мной, я не хочу вас там обидеть, да, я для этого считываю немножко у вас, помните, в прошлом раз мы обсуждали, да, я подумала, блин, наверное, я здесь там переборщила, да, и сразу вам об этом сказала, то есть чтобы наша невротическая часть отвечает за контакт, это наибольшая ценность. Еще у нас есть невротическая часть у всех, которая отвечает за я. Есть я, есть мое количество сил, есть мои достижения, есть моя ценность, да, вот нарциссическая, она вот эту структуру я держит. Есть шизоидная часть, которая отвечает за количество ресурса. Вот люди с акцентуацией невротической, вот которые только бы вот что другие скажут, да, вот как вот это вот, вот так фокус весь на контакт, на мир, что безусловно ценно, да. Они из отношений выйти не могут, они будут чувствовать себя бессильными, потому что у них есть единственная ценность, они ее потеряют, невозможно, да, ну, как, я жить как перестану, получается. Люди с нарциссической акцентуацией, когда вот только очень сильна нарциссическая часть, они выходят из отношений там, ну, я Д'Артаньян, да, ну, то есть, такая вот защитная обесценивание всего, и есть только я, и тогда вот я могу выйти. Люди с шизоидной акцентуацией, там, например, какие-то программисты, вот такие вот замкнутые на себе люди, не очень эмоциональные, не очень обращенные к миру, не очень нарциссичные, они будут молчать до последнего, а потом скажут, я устал, я больше не могу, я ухожу. Да, вот когда уже все психические силы закончены, да, и в этом процессе я там не сказал стоп ни разу, ничего такого, вот уйти из отношений. Мы, как правило, можем, когда у нас собрано воедино все это вместе, то есть, когда моя невротическая часть может сказать, мне очень жаль, я очень тебя сочувствую, у нас было много ценного, я очень много за что благодарна. но есть я, да, вот такая нарциссическая часть включается, есть я, есть моя жизнь, есть мои потребности, да, есть мои невозможности, и я так больше не могу. Я точно чувствую, что моих сил выдерживать больше нет, что это меня разрушает, что я от этого погибаю. И когда идет работа с человеком созависимым, как правило, не свою нарциссическую часть, не тем более шизоидную, то есть ограниченность своего ресурса, свою невероятную многолетнюю усталость он даже не знает. нет, да, то есть нет образа я, нет границ, и нет контакта с телом и понимания, что я давно уже истощен, и что здесь, как бы, да, искать нечего. Поэтому тогда человек очень надолго застревает. А вот, например, что вы делаете, если к вам приходит человек, который находится в созависимых отношениях, в созависимых отношениях и хочет понять, сохранять ли эти отношения или расставаться, можно ли спасти, если можно, то как, как вы приступаете к такой работе, и сколько времени для этого нужно? Ну, человек приходит обычно не в таком состоянии, он приходит в двух противоположных состояниях, от которых он и устал. Одна часть его говорит, надо отсюда уходить, а вторая часть его говорит, я отсюда уйти не могу. Да, и вот это понять, уходить ли, не уходить, сохранять ли, это, условно говоря, пришел взрослый человек, ему самому разбираться, чего ему сохранять, а откуда ему уходить. Но пока он в таких противоположных состояниях внутри себя, он не может принять решение. Потому что и уходить, и именно вот привязанность в этом случае очень большой силы, и критика к себе, и понимание головы, что должно быть иначе, и телесная, условно говоря, психическая невозможность взять и уйти. Поэтому мы всегда работаем на то, чтобы появилось вот это середине на я, которое будет принимать решение. Психолог не принимает решение за клиента. Потому что принимать решение за другого человека – это не уважать его. Но другому человеку можно помочь понять себя, чтобы принимать решения какие-то, что я могу, что я не могу, что мне сохранять. Это понять себя. И очень часто понять себя – это на время отцепиться от идеи выхода из отношений и просто заняться собой. Убрать это как вообще какое-то дожествование свое, признать, что сейчас ресурса недостаточно, и спокойно заниматься собой, укреплять себя, вот становиться отдельной вот этой вот несущей конструкцией. Вот из этого состояния уже можно уходить. А вот этот внутренний конфликт, то есть тогда получается человек, если к вам приходит, он понимает, что есть внутренний конфликт. По-разному. Или может не понимать, или просто может быть очень больно, и понимает, что в этих отношениях совсем совсем не сладко. Ну да, по-разному. По-разному. У меня такое впечатление, что в российском обществе культивируют зависимую любовь. Это так или мне так просто кажется? Я не знаю, но мы ведь называем любовью то, что переживаем любовью, да? И если поэт-песенник это переживает любовью, то он пишет про эту песню, правда? Ну, если, не знаю, режиссер фильмов переживает, да, сериалов даже скорее, да, российских, переживает как любовь, вот эту одержимость, такую болезнь другим, ну, то про это снимает. Ну, и в целом, понимаете, какая штука касаемо творчества. Творчество любит надрыв. Там фильмы, где спокойная, ровная и сложная любовь, их же единица, потому что многим будет скучно смотреть. Нету крика, надрыва, эмоций. Скажите, пожалуйста, Татьяна, есть ещё такое слово, как контрзависимый. Могли бы рассказать, что скрывается за этим словом? Кто такой контрзависимый? Ну, вот, там, если определять созависимого человека, да, который, как правило, в паре в контрзависимый, то я, например, больше контрзависимый. Ну, и вот, как правило, контрзависимый человек склонен к зависимости, потому что в близость с живым человеком, да, ему сложно идти, и он идёт в близость с веществом, с работой, ну, вот с каким-то состоянием, где он расслабляется. Но, там, на первый взгляд, контрзависимый человек – это который, ну, так, страница близости, да, и видите, здесь какая… здесь есть сложность, которая в некотором смысле вот эта созависимая и контрзависимая ставит под сомнение. Ну, условно говоря, на самом деле есть два человека, оба из которых боятся близости, оба боятся. Но одному свойственнее побыстрее захватывать, чтобы не выдерживать фрустрацию медленного приближения и неконтроля, да, созависимому человеку, ну, как можно быстрее, ближе подойти, охватить с собой, взять внимание на себя. А контрзависимый человек, соответственно, вот от этого движения автоматически начинает, ну, убегать, да, и вот мы получаем пару созависимый и контрзависимый, да, где их модели поведения вызваны разностью друг друга, да, то есть не пытаясь созависимый так обхватить, контрзависимый бы так не убегал. Если бы контрзависимый не начинал убегать, и здесь бы желание схватить не было бы такой силы. Ну, то есть контрзависимый человек – это человек, который боится близости, медленно входит в контакт у него, долгий преконтакт. Вот здесь главное, чтобы он умел все-таки, да, есть те, кто правда и не может искренне говорить, да, в хорошем варианте. Это просто человек с очень долгим преконтактом, но когда вот здесь куча энергии созависимого, да, то как бы ты не войдешь сюда, да, а энергия эта повышается с напряжением тревоги, что здесь слишком, ну, мало сигналов от человека, да, о близости, о нежности, да, просто когда мы говорим о созависимых и контрзависимых, как будто это две стороны, ну, как бы две противоположности. А мне хочется обратить внимание, что внутри эти люди похожи, и мы обоим очень страшно. Просто каждый по-своему этот страх обслуживает. Кто-то в тревоге начинает предпринимать кучу действий, а кто-то замирает, да, и навыки-то каждому нужны, ну, свои развивать, да. Я, например, когда мне тяжело, я все равно закрываюсь, да, но мой муж, который оказывается в несколько более созависимой позиции, он умеет обращаться вот с тем первым детским страхом, да, что значимый другой подзакрылся, значит, со мной что-то не так, ну, он как-то с этим обращается, да. То есть ни то, ни то не является, ну, какими-то нашими дефектами. Здесь важно, как мы умеем со своими особенностями обращаться, да, если контрзависимым надо учиться, вообще-то привносить себя в контакт, ну, это важно, да, можно же понять другого человека, который слишком мало сигналов получает, да, то созависимому немного именно вот невротическое свое из контакта убирать, да, и вот появлялось пространство между, где каждый может что-то, и опять, да, и мы возвращаемся, что тогда это две балки. Каждый из них может себе помочь в тревоге, да, в сложных чувствах, может послушать другого, да, не только себя как-то размещать. Но бывает, конечно, контрзависимый, когда человек, ну, вообще не всех, часто мужчина, да, ну, они как бы так вот и говорят, я не понимаю, что я чувствую. У меня есть одна подруга, которая тоже говорит, что я не понимаю, что я чувствую. И мне это было так странно, она мне лет 10 назад про это сказала, когда я только познакомилась с ней, а я не понимаю, как можно не чувствовать свои чувства. Ну, то есть какие-то, когда-то, мы, я думаю, что все можем не чувствовать себя, да, не чувствовать какие-то наши чувства, но когда очень часто человек это не делает? Ну, что зависит. Видите, есть же еще эмоции, да, ну, эмоции – это вот постоянная вот эта ряль на воде, да, там, обиде, злость, не знаю, вина, да, а есть чувства глубокие, там, да, горе, привязанность, любовь, да, и иногда там человек, ну, такой лишенный вот этого эмоционального спектра, да, на самом деле, вот контрзависимый, как правило, там бывает больше даже привязана в отношениях, больше, им сложнее уходить, поскольку любовь-то, ну, вот, да, и связь, она у них большая, но это никому не видно, да, и кажется, вот она говорит, да он меня никогда и не любил, да, и все, расходимся. А тут оказывается, что это его разрушает абсолютно, потому что внутри-то у него было, но он и сам не в ВКонтакте, да, и только вот такое сильнейшее ранение может человека соединить, да, вот с какими-то сложными чувствами. Ну, в общем, по-разному бывает, мне бы меньше всего хотелось, знаете, назначать. Там, вот это хорошо, это плохо, это созависимость, это контрзависимость. Мы на глубине, ну, отчасти больше похожи, чем нам кажется, да, чем бы мы, может, даже хотели. А если к вам придет, например, созависимые и контрзависимые, ну, предположим, это пара, как вы бы стали бы с ними работать, что бы вы им посоветовали делать? Видите, созависимые – это шестой человек. Ну, смотрите, у нас у всех есть, опять же, да, возвращаемся, и невротическая часть, и потребность что-то в ВКонтакте разделять и выходить к людям, и также у нас есть часть, которая хочет остаться наедине сама с собой и близко никого не подпускать. То есть внутри любого контрзависимого есть созависимая, хрупкая детская часть, а внутри любого созависимого есть нарциссическое желание иногда послать всех далеко и надолго, да, и посидеть с собой в тишине, а не вот эти вот все роли бесконечные. И здесь вопрос же, чтобы каждый из них увидел в другом себя, ну, я могу понять своего партнера, если я тоже нахожу свою контрзависимую часть, да, я могу понять своего партнера, если тоже знаю про созависимость, то есть когда мы становимся сильнее каждый из нас по отдельности, то, ну, мы, соответственно, лучше понимаем партнера и уходит вот эта паника. То есть то, что я слышу, с самого начала обращаешься к себе, с самого начала в себе воспитываешь какие-то те части или те навыки или то, что ты не умеешь, не понимаешь, не знаешь, и уже только потом… Ну, здесь воспитываешь не очень хорошее слово, открываешь. Открываешь, хорошо, открываешь. Открываешь. А как понять, в каких отношениях оставаться, а из каких отношений уходить? Это человек сам решает. Но ведь, знаете, человек, который находится в отношениях, который… с которых надо бы уйти, вы думаете, он не думает о том, что надо бы уйти? Ну, скорее всего, сто раз на дню примерно, да. И то, что кто-то ему со стороны скажет, что надо уходить, скорее сделает ему ещё больнее, потому что есть какие-то причины неосознаваемые, по которым он не может этого сделать. Я бы таким людям скорее искренне от души советовала, рекомендовала не пинать себя внутри, не критиковать, а идти в терапию и просто чуть лучше понять себя, потому что когда я вижу, что меня цепляет, я могу как уйти, так и остаться, да, но я буду больше понимать, что я… ну, понимать себя при любом своём выборе, понимать себя. У меня была одна… ну, вернее, есть одна подруга, которая в течение многих десятилетий была такого типа отношений, и ей очень тяжело было завершить их. Чем деструктивнее отношения, тем сложнее из них выйти. Нам кажется, да? А почему сложнее выйти из таких деструктивных отношений? Слушайте, ну, много причин. Это так же, как нам кажется, что если типа родители были деструктивные, то мы как бы и не чувствуем к ним привязанности, да, или если брак деструктивен, то мы должны просто отряхнулись и вышли. Всё равно же здесь ничего хорошего нет. Но, к сожалению, поле нашего психического устроено иррационально. Мы – иррациональные существа. Мы – неррациональные. И большой дефицит, там, не знаю, с тем же родителем. Да, почему деструктивных родителей больше, ну, больше связи, потому что дефицитов больше, разрушений принесённых больше. Так же и с партнёром, да, если я, ну, какие-то первые признаки абьюза по какой-то причине пропустила, а эта причина не связана с человеком. Ну, вот, просто что-то было сильнее меня, которая это могла бы заметить. Что-то меня туда утянуло сильнее, чем здравый смысл. И вот мы возвращаемся к влюблённости, а влюблённость вообще здравого смысла лишена. И слава богу, что у нас такое состояние есть, правда? И всё-таки мы такие на здравом смысле все. Мы ни детей не рожали бы, ни женились, потому что нафига всё это? Вот. И когда мы, ну, долгое время оказываемся, у нас там взаимные разрушения очень сильные друг к другу, да, мы, мы как бы, мы же тянемся к человеку, который, ну, рядом с которым я могу почувствовать себя хорошим, достаточным, и, кстати, брак, которым люди десятилетиями друг к другу говорят, что каждый из них не очень. Да, то есть очень порушенное внутри состояние, очень много вины, очень много злости, которую, раз, раз мы в этом застряли, то, значит, ну, мы не умеем использовать злость для конструктивных изменений внутри системы отношений. То есть если вот представьте себе там, не знаю, благодарность и тепло, да, и давай мы с тобой расходимся, да, это вот мы как-то поклонились друг другу, да, погрустили и разошлись. А здесь у нас куча-куча-куча таких ниток, да, из разных-разных чувств, куча обид, куча горестей, ну, да, вот такой замес, то есть мы, мы как очень сильно связаны очень неприятными в основном чувствами, порушенные надежды, которые все еще не отпускаешь. Я помню, наверное, лет 10-15 назад я несколько раз была в гостях у одной пары, они уже, наверное, лет 35 тогда вместе жили, и когда уже они поняли, что, ну, так, мы стали довольно близкими, то там просто каждый раз, когда мы туда приезжали, были это, ну, как спектакль такой устраивался, вот если транзактный анализ, так подумаешь, что прям появились новые зрители, и женщина бросала там своего мужа упреки за то, что он там 30 лет там назад сделал или не сделал, и вначале как-то это у меня было такое, что и в театр ходить не надо, просто здесь сидишь и это смотришь, но потом, например, меня это очень напрягало, и потом я просто даже перестала туда ездить, и, ну, я так задавала себе вопрос, если все так плохо, то почему они вместе? Если все так ужасно, то как-то для меня это было нелогично, но вот сейчас вы говорите по поводу того, что у нас столько всего нерационального, да, и там, по-видимому, тоже появлялось как-то… Ну, представьте, да, если она, вот человек, да, у него обида за 30 лет недавности, то есть сколько за это время еще обид было проглочено, то есть, да, как бы и с той стороны, да, примерно столько же, я предполагаю, то есть мы, получается, в браке играем какие-то роли, да, все настоящее искренне глотаем, и отчасти ведь обиды обязательно скапливаются, это невозможно, да, ну, мы живые люди, мы обязательно несовершенно где-то раним, где-то надеемся и не получаем, и получается, как бы, с одной стороны, этих искренних-то отношений не было, да, ну, а с другой стороны, куча чувств, связывающих друг друга, которые оказываются, видимо, только уже, да, вот в каких-то таких эксцентрично-демонстративных состояниях. И, например, если ты видишь, что другие такое делают, то тут, конечно, ну, это, естественно, речь идет не про меня, речь идет, там, предположим, а вот просто про зрителей, то тогда зрители могут, ну, задать себе вопрос, действительно ли так все плохо, а может быть, это просто игра такая, и может быть, если повторять все это из дня в день, то, наверное, их обоих это устраивает. Видите, какая штука, их обоих это правда может устраивать, но одно не от меня и другого, понимаете, у нас есть, у нас может быть тысяча вещей, которые нас ранят, но устраивают, да, но то, что меня это устраивает, не знаю, что если я живу с алкоголиком, и меня это, значит, устраивает, абсолютно не отрицает то, что внутри я человек страдающий, да, и если я там бухаю, да, с другой стороны, и, значит, я это выбираю, меня это устраивает, абсолютно не исключает то, что где-то глубоко внутри я человек страдающий, да, но вот, к сожалению, да, и очень часто мы, ну, как-то вот так со своими страданиями поступаем, как будто не в силах что-то изменить, да, с уважением и к другому, и к себе, оставаясь, да, вот в каких-то таких признаниях своих потребностей, да, и того, что, ну, вот другой такой. А вот вы сейчас сказали слово потребность, а какие потребности, например, партнер в созависимых отношениях не сможет удовлетворить? Ну, видите, мы же все за одной потребностью идем в отношения, да, созависимые в чем, что ты должен быть моей мамой, да, мама, это ж про разное, да, ну, родителям, знаете, так, защищать, зарабатывать деньги за меня или варить мне борщи, вытирать мне сопли, слушать меня, да, слушать мои разговоры, как будто я только что из детского сада прибежала, и мне надо весь-весь-весь свой день рассказать, да, ну, то есть взаимно мы ищем там родителя, и это нормально, потому что у нас есть дефициты, если мы их не осознаем, конечно же, мы мечтаем, что другое их закончить, что мне станет очень, ну, уютно, хорошо, я почувствую себя любимым и все такое, но, к сожалению, видите, так как мои потребности, другой никак не может удовлетворить, как мне надо, да, ну, он, ну, они мои, вы все равно меня не обнимете, да, с большей долей вероятностью так, как мне надо, а когда даже, а другой раз вы будете слишком уставшие и скажете, у меня нет сил тебя поддержать, а третий раз еще что-то, да, и здесь же вопрос в том, что мы обязательно остаемся в дефиците, когда требуем это от другого, поскольку он криво, собака такая дает, да, он тоже живой, обычный человек, вот это сама, сами ожидания, они именно, ну, не ведут только к нарастанию напряжения и дефицитов, да, и когда мы, да, опять же таки, вот из этого слияния, разочаровавшись, расходимся и учимся каждый сами себе свои потребности закрывать, то тогда да, мой партнер может, ну, не уметь быть в эмоциональной близости, да, так часто с мужчинами, например, случается, с мужчинами, которые хорошо зарабатывают, да, но когда я научаюсь сама с собой, да, как-то быть в близости, как-то по-другому реализовывать, не знаю, найти хобби, найти другие интересы, да, ну, быть близко с людьми, да, где-то размещать эту необходимость в контакте, когда я отгревываю, что вот эта фигура мне не даст, то вообще-то, да, денежки зарабатывает, да, надежный, ну, и оказывается, что вообще относительно потерь, которые я, да, мне придется пережить, да, женщина может выбрать остаться, потому что, помните, концепция все равно это телега, которую тащат двое, да, и как часть телеги, да, я здесь по семью, за детей, а он нас, да, обеспечивает и все такое, вот из этой концепции это вполне рабочая штука, но пока мы отчаянно ждем, что там нам что-то должны, то мы всю ценность остальную партнера увидеть не можем, это невозможно, да, потому что, ну, мы так устроили, нам дефициты в первую очередь бросаются в глаза. Я сейчас тут вспомнила, у меня прекрасный брат, у нас хорошие отношения, но если я ему не звоню, он позвонит мне два раза в год, это в Новый год, где бы я ни была, где бы он ни был, и на день рождения, на день рождения, может быть, даже приедет, если я позову. И можно было бы обижаться на это, ну, что я делаю, я просто беру и звоню я, беру и звоню я, и тогда он рад, и если я звоню, и он, например, не может взять телефон, он мне обязательно перезвонит. Но потом так думаю, а сколько месяцев не звонить, чтобы он вспомнил про то, что можно позвонить? Может не вспомнить, может не вспомнить, и тогда я просто так соображаю, а вот если кто-то живет рядом, там, например, сейчас у него вторая жена, вот, тогда рядом это уже может как-то напрягать некоторые такие вещи, потому что одно дело, там, сестра, да, которая живет в другой стране, тем более. Ну, это, кстати, не обязательно, на самом деле, может быть, вот, ну, как бы, я ваш брат относительно вот таких телефонных звонков, но, да, внутри семьи я, наоборот, всегда всех очень вижу, помню и замечаю, да, но вот правда, мои друзья знают, те люди, которых я могу назвать друзьями, это те люди, которым не западло, да, когда хочется, постучали в мою дверь, и я с удовольствием рада, но вот как будто вот этот, да, вот навык, помните, невротическая часть за связи с общественностью, вот у меня эта часть очень маленькая за связи с общественностью, мне самой очень сложно выделить туда ресурс, но я безумно рада, да, когда кто-то идет первым в контакт, и это совсем не потому, что я не ценю, не люблю или что-то такое, ну, психика, она так вот, вот, закрылась дверь, человек ушел, и он ушел для меня, да, и вот, там, даты, там, родители, новые года, дни рождения, здесь понятно, мозг напоминает, да, но психика закукливается вот на здесь и сейчас, на то, что вокруг, и это совсем не значит, что другие люди не представляют ценности, ну, просто вот несколько иначе внутри все устроено. Да, ведь для некоторых же людей, например, если, а многие, например, любят обижаться, хлебом не корми, так обижайся, да, и тогда будут подсчитывать, так, вот мне столько-то месяцев не позвонило, тогда уже галочка, я обиделась, и я знаю, я просто разговаривала с некоторыми людьми, которые говорят, что, например, вот, если он меня не обнимает, была одна женщина, я несколько раз ходила с ней и с ее другом в поход, и она мне все время жаловалась, почему он ее не обнимает. Она его не могла попросить, потому что некоторые вещи, вот как вот потребности, вы говорили, да, что потребности, вообще хорошо было бы, чтобы мы все наши потребности сами закрывали, но вот такая потребность, что обнять, тут уже сам особенно не закроешь, но можно, конечно, так себя обнять, погладить. А можно, можно, да, можно я вас по-другому спрошу, это, кстати, будет очень про созависимые отношения. Представьте себе, вот мы с вами рядом сидим, я не знаю, в поход пошли у костра, и вы прям чувствуете всем своим существом, как я требую от вас, чтобы вы меня обняли. Это ужасно, это ужасно, да, конечно. Потому что чем больше ожидания, что вы должны, тем меньше вам хочется, да, потому что, я понимаю, появляется сопротивление, потому что вы уже, если я хочу, чтобы вы меня обняли, да, вы уже даже свой импульс, желание меня обнять не почувствуете, поскольку я уже там так от вас этого жду, я вас так без слов на вину подсаживаю, да, что вы какая-то неправильная, что вы меня должны, что, да, и вот вина, да, вот какой ты должен быть, и что я жду от тебя, это вот такая очень важная часть в созависимых отношениях, постоянное ожидание от другого, закрытие, да, вот каких-то своих потребностей, что он должен догадаться, иди-ка хотеть к вам. Вот я зимой ездила на несколько недель на Мадеру, и там познакомилась с одной женщиной, которая мне прям сразу же, буквально через минут 25 после того, как мы познакомились, я несколько дней жила в их доме, и она мне стала рассказывать про отношения со своим мужем, я была так удивлена, и вот у неё было такое, что вот она хочет, чтобы он её обнял, она хочет, чтобы он её поцеловал, ну, по-видимому, она так почувствовала во мне, что со мной можно разговаривать на такие вещи, я всё равно через несколько дней уеду, и также часто со мной разговариваю, то есть я в поезде еду или где-нибудь в самолёте лечу, и ей так хотелось, и она мне говорит, что она подходила к своему мужу, обними меня, поцелуй меня, а он не хотел этого делать, он не хотел этого делать, а у неё от этого злость становилась, что как это так, но ведь это же так легко взять и обнять, я говорю, тебе легко, если ты хочешь. Смотрите, смотрите, и вот это ещё одна штука, так вы интересно рассказываете, второй воспринимается как объект, ну, то есть я же даже не пытаюсь понять, почему, ну, как он устроен, да, может быть, ну, если я его попытаюсь понять, да, ну, как-то, да, мне будет в этом месте спокойнее, даже если он меня обнимать не будет, да, но я пойму, всё, а это со мной, да, или это его какие-то штуки, а как мне его просить, да, ну, то есть мы там можем узнавать друг друга и обсуждать, либо просто ты должен быть таким объектом, как мне надо, а если ты не такой, я дико злюсь. Да, ну, потому я себе представляю, а если бы он был бы таким объектом, который ей нужен, всё равно она потом будет находить что-то ещё, чего нет, потому что… Ну, мы обязательно находимся. Да, потому что ты на сто процентов никогда не будешь доволен этим, и тогда потом… А теперь он обнимает слишком часто, или там теперь он обнимает не так. И сколько… Ведь здесь же всё зависит от того, сколько лет они вместе? Они уже там где-то 25 лет вместе. Уже просто фактически я там её и коучила, ещё там мы только не делали, уже посоветовала нескольких специалистов, которые работают в парадигме, там уже там обнаружили и нарциссы, и газлайтеры, и так далее. Но, с другой стороны, то, что я видела, что там была игра, и я прекрасно поняла, что никуда она не уйдёт, что её это устраивает. Да, и так же устроено, да, вот чем дисфункция отличается от функциональной семьи, ну, системы отношений. Дисфункциональной мы злиемся, злиемся, да, наезжаем друг на друга, но эта агрессия, она такая деструктивная или ангелляционная, уходим, вообще переставим разговаривать, она не призвана приносить изменения в отношениях, менять систему отношений, она просто такая, для разрядки, да, потому что если правда нам что-то не подходит, то, ну, это правда же страшно, и для этого требуется очень много сил, если я начну узнавать, почему ты меня не обнимаешь, да, ну, то есть там же может раскрыться примерно 25 лет обид. Конечно, конечно, да. И потом, если мы всё это, правда, сможем оба переварить, а для этого мы должны быть достаточно ценными, ну, какая-то надежда должна быть внутри, почему мы хотим это всё разобрать, то там, может быть, мы будем обниматься, ну, просто как, да, как не в себя, как заново влюблённые, но для этого, блин, 25 лет надо поговорить о чём-то, о чём не говорилось всё это время. И она мне показывала их альбом со свадьбы и говорит, хочу, чтобы было так, как тогда, хочу, чтобы было вот, и это тоже вот, я так себе представляю, что человек хочет пойти в прошлое, хочет вернуть там те отношения, которые были тогда, и это, конечно, классно, но не видит, но не видит того, что происходит сейчас, и боится, видите, и на какие-то вопросы боится получать ответ, и их не задаёт, так устроим. А, например, если кто-то решил, что он выходит из отношений, ну, и как правильно завершать созависимые отношения? Видите, опять не горит на вопрос, когда правильно мы говорим, потому что правильно нет, ну, условно говоря, правильно, да, это вот так вот, ну, мне очень жаль, у меня очень много сочувствия, да, и, 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 там, не знаю, и тепла к тебе, да, но я больше не вывожу, и я ухожу. Вы много видели таких завершений? Я нет, и, собственно, у первого брака я не так уходила, потому что, как правило, это... А потом дальше много злости, много обид, и нужно какое-то время, чтобы это всё как-то улеглось, да, и очень часто вот женщины как раз уходящие, которым сложно уходить из брака, они держат свою власть осознанно, и правильно быть осознанным, вот что, и правильно, правильно, это когда я понимаю, что со мной происходит. Я сейчас в ярости, и я эту ярость хочу сохранить. Мне не нужны сейчас никакие другие фокусы внимания, потому что на этой ярости я смогу достаточно далеко отойти, да, или, там, да, я сейчас в такой боли, да, в такой вот сильном состоянии желания всё отмотать назад, и на краешке сознания я понимаю, да, только, что это бесперспективно, что мне нужно правильно просто идти сейчас обратиться за помощью, да, чтобы посадить подругу и сказать, итак, напомни мне, пожалуйста, что у нас происходило последние 10 лет. То есть правильно, наверное, в первую очередь себя психически поддерживать так, как это нужно тебе, и во вторую очередь при возможности, конечно же, ну, не разрушать второго, да, но иногда единственный способ отойти – это разрушить. Здесь важно понимать, что второй человек – это взрослый человек, это не маленький ребёнок, на маленьких детей нельзя, да, кричать на них и шеваляться предметами, да. Второй человек также вошёл в отношения, да, в этом ответственности 50%, и вот думать о том, как с ним будет больше, чем о себе, тоже не стоит, потому что, ну, отдать ему право пережить собственную боль, да, и он тоже не просто так в этом опыте. Не я, Господь, Бог, взяла одного человека, поставила рядом, через 20 лет отставила. Это не так. Мы оба для чего-то пошли. Мы оба хотели лучшего, безусловно, мы очень старались. В какой-то момент всё пошло, ну, вот не так. Да, и мы оба, в общем, в довольно плачевном состоянии. Да, и как бы даже всегда сложнее тому, кто решает, потому что он как бы, ну, самый злой человек, а тот, кто решает, что мы завершаем отношения. И, как правило, это женщина, потому что у женщин, как правило, больше чувств, больше, в том числе и злости, вот именно как движущий, да, куда-то. Но мы оба авторы тому, почему сейчас плохо. И плохо нам обоим. Просто только у одного из нас находятся силы это плохо манифестировать и говорить, давай что-то решать, давай закрывать, это плохо. Вот помнить, да, что с той стороны такой же взрослый человек. И, может быть, ну, для меня, знаете, любовь в этом месте это про то, что я всё равно хочу лучшего для тебя и для себя. А наше лучшее с тобой будет сейчас закрыть эту историю. И, возможно, каждый из нас встретит, благодаря этому опыту, да, что-то, ну, какие-то отношения сможет создать, с которыми будет больше доволен. Мы зачем друг другу уничтожаем с утра до вечера, да, вот кому из нас от этого хорошо? Вот вы сейчас говорили по поводу ярости, по поводу злости и также боли, которая очень часто возникает и которая помогает человеку, например, выйти, завершить эти отношения. Да, я помню, когда я вышла из одних отношений, у меня было столько ярости и злости. В основном, кстати, даже на себя больше, на себя больше. Почему же я столько оставалась? Ну, на партнёра тоже, на партнёра тоже. И действительно, вы говорили по поводу ответственности, да, что вот тот человек, который решает, там может быть сложнее. Я не знаю, сложнее ли было мне или нет. Я тут, я хотела развестись когда-то, и мне тогда казалось, что сложнее было моему, моему, ну, тогдашнему мужу или сейчас бывшему мужу. У нас очень хорошее отношение с тех пор, но ему тогда явно было сложнее, чем мне, потому что мне казалось, что мне было проще, потому что вроде я была такая решающая сторона, но было сложно прийти к тому, что уже взять ответственность за этот шаг, в особенности, когда там у тебя есть ребёнок, то... Ну да, но видите здесь, как решающая сторона и сложнее психически, в том смысле, что отгорёвывать сложнее, потому что если вы решили, если вы сказали, это всё, ну, не очень, то очень сложно разрешить себе и про не очень тоже плакать, и не очень отпускать, потому что кажется, что если я ушла, то значит там плохо, а у меня не должно быть многих чувств, не знаю, да, таких как тоски, да, грусти, желания вернуться, ну, то есть каких, какой-то части проживания общего горя, утраты просто прошлой жизни, поэтому никому не позавидуешь, но если динамики в отношениях нету, да, и по сути двое людей, ну, не могут друг друга легализовать, а только разрушают скорее, да, то, наверное, это забота о себе, о другом, ну, да, хотя бы на время попробовать как-то пожить на определённой дистанции. Вот вы сейчас сказали слово «разрушаешь», это мы разрушаемся, например, в каких-то отношениях, а как человек понимает, что вот сейчас то, что происходит с ним, это приводит к его разрушению? Я думаю, вина, если я всё время чувствую, тогда чувствую вину. Ну да, потому что вы же говорите, вот это, вы игру упомянули, да, игра жертва-агрессор-спасатель, она всегда, ну, инициируется чувством вины, да, ты виноват, или я во всём виновата, или третьему человеку всё рассказывать, чтобы он определил виноватого. Ну, вина – это пассивная агрессия. Если один партнёр всё время, ну, обвинительно поддерживает коммуникацию в обвинительном тоне, а как правило, это с двух сторон происходит, получается, мы всё время, ну, друг другу такую несостоятельность сообщаем. Самый близкий человек, с которым я 24 на 7, постоянно мне говорит, что я не очень, да, а так как это горячая картошка, то надо это в обе стороны делать. Тогда, получается, мы как будто через отношения же расти должны, да, ну, расширяться. Знаете, есть такое понятие синергия, да, когда вот двое встречаются, и нечто большее получается. Я не знаю, мы рожаем детей, мы двигаемся куда-то по жизни, мы рискуем, мы финансово расширяемся, мы, не знаю, получаем новое образование, то есть как бы так в изобилии идём. Или мы такие в дефицитах, да, сидим и друг друга покусываем ещё за то, чего во втором нет. Вот это вот ощущение дефицитарности – это точно про то, что в отношениях, ну, вот система как-то не работает. Спасибо, спасибо. Я с вами уже почти час говорю. Татьяна, скажите, пожалуйста, что бы вы ещё хотели сказать про созависимые отношения? Я бы, наверное, хотела сказать то, что мы с вами говорили в начале, что это, ну, часть нашего пути. Ну, вот мы какими-то выходим из своего детства, у нас есть какие-то понимания, какие-то ограничения, какие-то уже вменённые нам идеи. Да, мы выходим в подростковом возрасте в мир и ещё больше хапаем, ну, вот прям идея, какой нужно быть, чтобы понравиться миром. Да, и вот мы встречаемся примерно оба вот в таких неосознанных состояниях, потому что нам просто даже по возрасту не положено ещё быть зрелыми. Да, и вот какие-то организуем отношения, и каждый из нас мечтает очень стараться, и что всё будет хорошо, но оно не получается. И вот здесь вот главное, что никто не виноват, никто не виноват в том, что не вышло. Мы не могли, да, создать нечто крепкое, не будучи сами крепкими. Мы не можем создать нечто осознанное, не будучи осознанными. Мы так или иначе в любом браке со временем люди попадают в кризис. И вопрос этого кризиса, да, может быть, нам удастся решить, но если мы начнём друг с другом говорить, да, может быть, нам придётся расстаться, да, но вот дисфункциональные отношения, это когда мы застряли в кризисе. И вот, знаете, один вот такую позу принял, да, второй вот такую. И как бы вроде как так нам удаётся удержаться, но мы, да, ни система наша не развивается, ни мы каждый не развиваемся, потому что мы ресурсов очень много тратим на напряжение и удержание каких-то неестественных в своих положениях. Мы оба несчастливы, у нас нет секса качественного, да, потому что, ну, мы зажаты, мы в обидах, мы поранены друг другом. И мне бы хотелось, чтобы когда человек обнаруживает что-то не так с его отношением, чтобы уходило это желание себя обвинять, потому что, блин, это устроено всё сложнее. Мы делаем каждый раз те выборы, которые можем. И если я не буду обвинять себя и не буду обвинять партнёра, а мы, да, как-то встретимся и обнаружим в том, что мы, то, как мы понимали, кажется, ни хрена не работает. То, как мы взаимодействуем, кажется, нас разрушает. И тогда у нас, ну, огромный шанс и вырасти, да, и осознать, и полюбить, и уважать и себя, и другого. Здесь, мне кажется, главное, ну, перестать искать виноватых. Да, это важно, перестать искать виноватых. Потому что так хочется человеку показать пальцем на другого и сказать, что он виноват, что... Как мне рассказывали, что одна женщина пришла к психотерапевту со своим мужем, у них там были проблемы, и она сказала, что если бы не ты своего мужа, то у нас были бы такие классные отношения. Главное, что, понимаете, классные отношения невозможны, пока мы вот до кучи раз не поссоримся, не разочаруемся, не, ну, снова и снова вот из этого облачка розового, чего там мне другого надо и каким он должен быть, не нащупаем этого живого человека и не дадим себя живых нащупать. А ведь тоже он может разочароваться и уйти. Не дай бог, он, да, встретит меня живую. Да, но мы и как будто бы тем самым пытаемся сохранить, но мы сохраняем иллюзию, да. А на самом деле оба в действительности, потому что мы так в отношениях-то и не вошли, вот в такие искренние, настоящие. Спасибо. Татьяна, ещё последний вопрос. Как восстанавливаться, например, если кто-то вышел из отношений, завершил отношения с благодарностью или без благодарности, мы завершил, как восстанавливаться и что делать для того, чтобы, например, следующие отношения были бы здоровее, чтобы в следующих отношениях, например, какие-то модели, которые были использованы в предыдущих, уже были бы заменены на более функциональные модели. Видите, как интересно, вы сказали, когда человек выходит из отношений, и сразу начали думать про следующие отношения. Ну, следующие, я имею в виду, там не два месяца, там у кого-то это может быть не стоит. А если их вообще не будет? Может и не будет, конечно, конечно. Да, и вот это первое, надо уходить, именно уходить для себя, а не для идеи, что вот здесь я-то просто плохого встречи встретила, там хорошего встречи. Потому что когда мы уходим в готовые провести время сами с собой, понимающие, что просто даже за время совместного существования какие-то наши навыки, ну, подутерялись или не были. Ну, вот, возвращаясь к тому, что мне муж платит за квартиру, счета. Если бы мы развелись, мне бы надо заново было учиться оплачивать счета. Когда мы развелись с моим мужем, то тогда я это стала делать, потому что до этого всегда вот его ответственность была пойти там. Да, и смотрите, вот в этой метафоре. Я сейчас развожусь, чтобы срочно найти кого-то, кто будет оплачивать счета, или я ухожу, понимая, что оплачивать счета, менять резину, да, не знаю, там, разговаривать, коммуницировать в каких-то структурах. Придется мне. Вот это первое, да, вот это понимание, что я ухожу, ну, в автономное существование, а не, знаете, как вот полчеловеком вышло, и эта половинка срочно нужна, да, вот опять вторую половинку найти. Вот, и второе, то, что я вот, там, я веду рубрику вопросов и ответов в одной соцсети, и я знаю то, что людей удивляет. Людей удивляет то количество чувств, которые они переживают, потому что, вот, возвращаясь, если я ушла сама, мне все равно будет больно. Если от меня ушли, мне придется не только вот эту вот рану покинутости прожить, да, но и найти злость, и найти, ну, вот, достроить картину до общего, что, вот, да, мне тоже было плохо в этих отношениях, а не так, что у нас все было розово, да, и вдруг он уходит. Ну, то есть, вот, достроить картину до общего, где мы оба внесли свой вклад, потому что только тогда я могу получить опыт. Правда ведь? Как мне не вступить заново в такие же отношения? Мне себя по-другому вести, да, ну, других выбирать возможно, если совсем шляпа, но ведь скорее мне вовремя говорить нет, не соглашаться на то, что не хочу, не замалчивать, да, а это же все можно именно, разобравшись и прожив все чувства, и сожаления там, где я была не права, да, и боль там, что не получилось, и злость на то, что партнер, блин, вот, ну, не такой, как тоже с чем-то не вывез, не справился. То есть, когда мы даем себе всю палитру чувств проживать, то мы очень обогащаемся внутренним опытом. Когда мы, опять же таки, в вине застреваем, либо это я виновата, либо это он во всем виноват, то история очень большая доля вероятность повторится, потому что, да, у меня нового опыта не прибавилось, да, у меня не в голове именно, да, а чувственного расширения такого, взросления через эту утрату. Жизнь сложнее, знаешь, что мне-то вообще надо присматриваться, кого я выбираю, что, к сожалению, я выберу любые отношения, всё равно там будет много сложного. Знаешь, что только через много-много лет мы как-то, если это всё будем, правда, честно проходить, нас перестанет нам глючиться там, да, что отвержение там, где его нет, и всё такое. Моей дочери было 19 лет, в связи с тем, что вы сейчас сказали, когда она решила завершить отношения, которые продолжались 3 года, с 16 до 19 лет, и для неё было очень больно прийти к этому выводу. Она написала письмо, наверное, страниц 12 дала своему тогдашнему другу это письмо, сама ревела тогда, и она не могла находиться уже в этих отношениях, но это была первая её любовь, и приблизительно через неделю он нашёл себе новую подругу, и для неё вот это был такой удар, просто удар по ней, удар по её самооценке, она тогда всё, мы столько тогда разговаривали, она говорит, мама говорит, как же такое может быть, а дед 3 года это было ни о чём, что ли, он меня тогда не любил, потому что он не хотел завершать эти отношения, но и там мы уже и про это очень долго говорили, по поводу того, что означает, если ты вышла из этих отношений, тогда вообще-то ты вышла, и тогда не обязательно тебе смотреть в ту сторону, как быстро он нашёл кого-то. Ну, ты не можешь не смотреть. Но она не могла смотреть, в особенности самое ужасное было, когда на Фейсбуке появилось то, что через неделю у неё, там появилось через день он без отношений, а там через неделю у него отношения, и это было для неё ужасно. Я помню, я ей заплатила, она была самая молодая на том тренинге, самый известный в Венгрии психиатр Чернуш, ей было 19 лет, она пошла на тренинг, я говорю, обязательно, чтобы у тебя была смелость, обязательно поднимай руку и обязательно выходи, и чтобы тебя прорабатывали, тебе будет очень больно, но чтобы тебя проработали. И мне кажется, вот то, что у неё сейчас уже там и муж, и ребёнок, и то, что как-то как всё пошло потом с моей дочерью, мне кажется, она настолько выросла после того, как те отношения завершились. Я её ещё отправила на несколько тренингов, даже отправляла её к Ирине Мирошниченко, может быть, вы знаете, на тренинг когда-то. И да, и было очень-очень много боли у неё и много других чувств, про которые она даже и не подозревала, что будет у неё. Так что если вдруг кто-то будет думать по поводу того, что хочет выйти из отношений, да, будет огромный коктейль всего того, что, может быть, мы и от тебя не ожидаем. Можно я здесь тоже в завершении как будто сейчас соберу эту одну фразу. Понимаете, я думаю, что вообще наш весь путь, начиная с рождения, это путь определения, где я, а где другой. Ну, где заканчиваюсь я, и начинается другой. Где мои чувства, а где чужие. Где мои воли, а где чужие. И, например, смотрите, молодой человек выбирает кого-то другого, а ваша дочь, и для неё в 19 лет это абсолютно нормально. Думает, что это с ней что-то не так. На самом деле, да, только вот когда мы набираемся этой боли и мудрости, и понимания, и для этого и с той стороны бываем, что иногда боль так невыносимая, что хочется сразу в следующее отношение вступить, это единственный способ не соприкоснуться со своей болью. Да, конечно, я ему это объяснила. Многие опыты через себя, как по-разному устроен мир и устроены люди, когда вот мы сами не пытаемся соответствовать какой-то конструкции. А, например, разойдясь, тоже понимаем, господи, сейчас бы заткнуть кем-то эту боль, вот вообще бы, мне плевать там кто бы. Когда мы вот это и теневое, и тёмное, и свои импульсы эти понимаем, то нам проще становится с миром и с вот этим пониманием, где наша граница. Но, опять же, это, мне кажется, вопрос всей жизни. По сути, мы периодически сталкиваемся с тем, что, ой, оказывается, вот у меня что ещё есть, да? Ой, оказывается, вот что у другого есть. А пока там оно через боль ещё понимается, где моё, где чужое, да? То, наверное, самое главное, это, ну вот, опять же, да, вот уходить из концепции «хороший, плохой, прав виноват», а пробовать, ну, себя понять и мир понять, как оно бывает. Тогда проще ориентироваться, да, что ко мне относится, что не ко мне. Спасибо, спасибо. С вами была Анна Литовкина, и я брала интервью Татьяны Фишер. Татьяна Фишер, который сейчас живёт, это я не озвучила, в Турции. Спасибо вам огромное, ещё раз, Татьяна. А наших слушателей, наших зрителей, я попрошу, чтобы вы поделились этим интервью с теми, кто сейчас находится в созависимых отношениях или с теми, кому эта тема, может быть, очень важна, очень нужна. Спасибо. Счастливо, спасибо. Спасибо.